Добрый день, друзья! С вами Ятрина. Сегодня я расскажу про роды в Греции. Я, правда, сама не рожала в Греции, но зато я дважды греческая бабушка. Не просто бабушка, а ещё и бывший гинеколог. Поэтому на роды в Греции я смотрю глазами врача. Итак, в больнице Александра, это одна из главных акушерских клиник Греции, появились естественным путём две мои внучки. И я поделюсь с вами увиденным, а уж решать вам самим. Ну, а основной принцип греческого акушерства – это все роды со своим врачом. Обращаю внимание, за очень дополнительные деньги. А вообще-то говоря, зачем он, свой врач, нужен? Что дежурный врач меньше знает, как мы рожали, как наши мамы рожали. Вообще ни одна женщина ещё не осталась беременной. То есть роды – это естественный процесс, и они обязательно закончатся рождением ребёнка. И вторая такая фундаментальная тенденция в Греции – это оперативные роды. То есть на 100 родов только 10 естественных и 90 оперативных. И кто рожает сам? Сами рожают. Беженки, цыганки, пакистанки, негритянки. Вот у них точно не будет вырождения нации. А сама греческая нация, к сожалению, вырождается. Вырождение начинается ещё на моменте до зачатия. То есть сначала мужчина не может зачать ребёнка, потому что у него не работает инструмент, ему необходима фармацевтическая поддержка. Женщина не может зачать ребёнка, потому что у неё нет овуляции, ей стимулируют искусственную овуляцию. Если меры не помогают, то, пожалуйста, на каждом углу есть клиники экстракорпорального оплодотворения. В Греции их очень много. Можно прибегнуть к самым разным методам искусственного оплодотворения. Потом, естественно, такая вот искусственная беременность искусственно поддерживается. Происходят искусственные роды, то есть оперативные родоразрешения. Ну и со всеми вытекающими последствиями. В дальнейшем такая мама не может сама кормить, у неё нет молока, происходит искусственное вскармливание, искусственное воспитание и так далее. И при этом на греческих улицах очень много неполноценных детей, то есть гораздо больше, чем в любой другой точке мира. В Греции есть два способа ведения беременности, то есть наблюдения во время беременности. Первый способ – это наблюдение у личного врача. Как правило, потом в последующем этот врач и принимает у женщины роды. И наблюдение в бесплатной государственной клинике, в которой есть амбулаторный приём, и на которую женщина приходит несколько раз за время беременности. Естественно, у частного врача это платное наблюдение, а вот в государственной клинике оно условно бесплатное. Там небольшую сумму платишь за анализы, но в целом суммы очень, скажем так, доступные и чисто символические. Ну вот во время первой беременности моя дочь делала попытки наблюдаться у частных врачей, причём сменила несколько частных врачей, потому что как только врачи слышали о том, что она собирается рожать сама, то к ней утрачивали интерес. А интерес, собственно, утрачивали, потому что основной доход врача – это роды. Причём даже в государственной клинике врач может сказать, что я приду к вам на роды индивидуально. И это тоже за очень дополнительную плату в карман врачу. Итак, вот в первой беременности дочь наблюдалась у частных врачей, и с ними всё не сложилось, а во второй беременности она просто наблюдалась амбулаторно в больнице Александра в центре Афин. И на роды моя дочь смело отправилась к дежурному врачу, а я следом несла её родильное преданное. В приёмном отделении меня спросили, «Вы врач роженицы?» Ну и услышав, что я просто мама, хоть и бывший гинеколог, кушерки очень удивились, что молодая греческая девушка собирается рожать сама, да ещё и без своего врача. То есть дочь поступила на роды к дежурным врачам. Ну, с моей точки зрения, дежурные врачи ничуть не хуже, чем какие-то свои собственные. Итак, откуда же вот в Греции такая тенденция к поголовному оперативному роду разрешению? Почему в Греции 90% родов заканчиваются кесаревым сечением? В последние годы в цивилизованных странах сформировалась целая индустрия, направленная на воспроизводство. Ну вот то, что я говорю, что начиная от искусственного зачатия и заканчивания, так сказать, искусственным родовспоможением. И Греция самая неблагополучная страна в Европе. То есть в Греции очень много оперативных родов. И роды – это своего рода бизнес для врача. Естественно, оперативные роды стоят дороже, чем естественные роды. Естественно, оперативные роды быстрее проистекают, чем естественные. Если врач приходит родоразрешать женщину путем кесаревого сечения, то он задействован с ней в течение нескольких часов. Полтора часа, два часа, если вместе, так сказать, с дооперационным и послеоперационным наблюдением. Что же касается родов, то это процесс затяжной. И, естественно, нормальные роды, тем более первые роды, могут протекать и 24 часа. Иногда даже больше. И от врача потребуется очень длительное наблюдение женщины. Однажды мне попалась такая статья, которая называлась «Кесарево сечение в троп-госпиталях Греции. Финансовый интерес и удобство». По данным авторов, это Масьялос, Алин, Карас и Даваки, в 2004 году 65% гречанок подвергались кесарево сечению. Цитирую. Результаты исследования показывают, что коммерциализация гинекологических услуг в Греции ведет к тому, что врачи очень мотивированы выполнять кесарево сечение из-за финансовых стимулов и собственного удобства. По данным ВОЗ, за последние 20 лет в развивающихся, так и в развитых странах наблюдалось вызывающую тревогу повышения случаев кесарево сечения. Греция – одна из самых неблагоприятных в этом смысле стран. В 2009 году тенденция на искусственные роды, на оперативные роды – 85%. У женщин заканчиваются кесаревым сечением, который женщины оплачивают дополнительно. Как результат печальной демографической тенденции, население Греции неуклонно сокращается. Женщины, родившие один раз путем кесарево сечения, редко решаются на второго ребенка. Это цитата из статьи греческих врачей. Сторонники оперативных родов декларируют, что ребенок легче переносит оперативные роды, чем естественные. А что же происходит на самом деле? На самом деле в естественных условиях природой предписано, что во время сокращения матки на несколько секунд прекращается кровообращение в системе мать-плод. И это совершенно необходимый тренинг для сердечно-сосудистой и дыхательной системы плода. Для того, чтобы ребеночек во время каждой схватки закаляется, преодолевает свои первые трудности и рождается жизнеустойчивым и адаптированным к внеутробному существованию. А вот во время операции ребенка, находящегося под наркозом, плод вместе с мамой подвергается общей анестезии, его насильно тянут из маленького противоестественного разреза, и он таким образом лишается вот этого шанса подготовиться к встрече с внешним миром и с внешним дыханием. Я пришла работать в роддом в 1977 году. Тогда операция кесарево сечения была исключением из правила и выполнялась примерно у 10% женщин по особым показаниям. То есть были абсолютные показания, то есть когда операция кесарево сечения выполнялась по жизненным показаниям, то есть исключалась возможность рождения малыша естественным путем. В случае полного предлежания плаценты, частичного предлежания плаценты с открывшимся кровотечением, преждевеременная отслойка нормальной расположенной плаценты с сильным кровотечением, тяжелые недуги беременной женщины, например, какие-то сложные пороки сердца, несоответствие размеров головки плода и таза роженицы, поперечное положение плода, то есть какие-то условия, при которых существует реальная угроза жизни матери и ребенка. К счастью, такие осложнения беременности – это большая-большая редкость. В современном мире широко применяют так называемые относительные показания, показания в интересах плода. Ну, например, слабая родовая деятельность, или же наступление беременности после леченого бесплодия, старое первородящее, наличие хронических заболеваний у матери и так далее. То есть во всех таких случаях врачи предполагают, что процесс родов может пойти не так хорошо, как хотелось бы. Вот в Греции появилось новое показание, показания в интересах врача, то есть в интересах его кармана и в интересах его времени. И врач активно вмешивается в процесс родов, провоцирует его, ускоряет, замедляет. То есть все это совершенно не соответствует замыслам Всевышнего. Все это осуществляется в интересах, как говорится, собственных выходных. Вот врачи-коммерсанты, они не обнародывают тот факт, что быстрый переход плода из водной в воздушную среду имеет не совсем благоприятные последствия для ребенка. То есть после кесарево-сечения, послушайте, в 20 раз выше шанс заболеть в отдаленном периоде диабетом. Когда-то мне попалась такая замечательная книга профессора Ратнера из Казани, которая исследовала родовой травматизм. По материалам Ратнера, 100% детей, рожденных путем кесарево-сечения, имели те или иные отклонения от нормы в своем дальнейшем развитии. К счастью, большинство этих отклонений минимальные, в общем-то, на развитии детей не сказываются. Итак, дочь пришла в родильный дом, благополучно родила с дежурным врачом. Ее свекровь щедро поблагодарила всех санитарочек, всех акушерок, врачей. А дальше нам предстояло отправиться в послеродовое отделение. И тут оказалось, что, оказывается, за палату тоже надо платить, даже в государственном родильном доме. То есть если ты платишь минимальную сумму, то тебя определяют в палату, где находятся от 5 до 8-10 родильниц. И если ты платишь 2 тысячи, 3 тысячи, то палата будет лучшего качества. Там ты можешь находиться и одна. Так вот, дочь моя лежала в обычной послеродовой палате на 5 коек. Рядом с ней лежали женщины, которые заплатили врачу, тысячу евро своему врачу за ведение родов в государственном родильном доме. И еще, например, платили за то, чтобы их там положили в конкретную палату. Вот, то есть к этому надо быть готовым, что платишь не только врачу, но платишь еще и за палату. Естественно, в родильных домах частных один день пребывания роженицы стоит 3-4 тысячи евро в день. И, в общем-то, надо подготовиться к очень большим тратам. Не только врачу, но и клинике за койку. Вот в больнице Александра меня, конечно, шокировала антисанитария. То есть в больнице разрешается свободное посещение родильницы. В часы, когда разрешено посещение, в палату набивается до 25-30 человек. То есть представьте себе, в палате лежит 6 родильниц, и каждой придут 5 человек родни. Причем они входят, выходят, они приносят с собой кофе, какую-то еду. В общем, палата превращается в совершенный базар. И это главный государственный роддом страны. Еще то, что меня совершенно, так сказать, шокировало, это то, что в послеродовом периоде акушерки, медицинские сестры, врачи настроены на наблюдение за женщинами, которые прооперированы. То есть считайте, если женщина родила сама, то у нее как бы все нормально. Акушерка привозила столик для обработки швов у женщин с кесаревым сечением, и к моей дочери никто ни разу не подошел. И никто ни разу не проконсультировал о том, что швы, которые накладываются у женщин в результате естественных разрывов половых путей, тоже необходимо обрабатывать. В зависимости от того, где наложены швы, при некоторых швах сидеть нельзя. Об этом тоже никто ничего в больнице не предупреждал. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Материальная компенсация после родов. Значит, у женщин застрахованных определенную сумму за пребывание в родильном доме страховая компания возмещает. Так я помню, что за естественные роды, если я не ошибаюсь, моя дочь получила около тысячи евро. То есть эта сумма покрывала как бы те расходы, которые мы сделали в родильном доме за койку. Итак, чему же нас научили вот эти дважды роды в греческом родильном доме? Ну, вот в следующий раз, если моей дочери еще раз придется рожать в Греции, конечно, она будет рожать сама, конечно, она будет рожать без своего врача, и, конечно, мы будем рожать опять в Государственном родильном доме. Итак, друзья, если вам интересно то, что я рассказываю, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, комментируйте и ставьте лайки. Спасибо за внимание!